Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Карло Кривель, итальянский художник. Происходил из семьи художников. Учился в Венеции, Падуе. Большую часть жизни провел в Марке, Аскополе, Печена и в Далмации. Кривели всегда подчеркивал свое происхождение. У него работы подписаны Карло Кривели, венецианец. Я говорю данные из Википедии. Сын венецианского художника, жившего в приходе святого Моисея. Дата рождения Карла неизвестна. В 1457 он достиг совершеннолетия, сужденный Венецией за полюбодение, совершенное Старсией, женой моряка Франческо Кортеза. Его заключили на полгода в тюрьму и выписали денежный штраф. Документальных подтвержденных данных об обучении Кривели нет. Возможно, что он обучался у Антонио Виварини, Джованни Алимани и Братоломео Виварини. Это возможно. В 1468 переехал в регион Марка, автор картинно-религиозные сюжеты в позднеготическом стиле. Светских картин Кривели почти не писал. Произведения отмечены чертами феодальной рыцарской культуры. Автор преимущественно богато декорированных алтарных картин с изящными Мадоннами, нарядными одетыми святыми. Для произведений Кривели характерна сложная символика, перенасыщенность композиции, тщательно выписанными деталями тонкость художественного письма. Живописец предпочитает ставить свои жесткие, носатые, точно из дерева вырезанные и в медной одежде закованные персонажи на блестящий золотой фон. Иногда же он заполняет воздушное пространство позади них орнаментально расположенными, точно из камня, высеченными головами херувимов. Так о нем и говорили. Кривель был надолго забыт и открыт вновь в XIX веке. Во многом благодаря двум итальянскому исследователям Аббат Туланци и Амико Ричи. Большая коллекция его работ находится в Национальной галерее Лондона. В России работ Кривели нет. Бернанд Бенсон, американский историк искусств и художественный критик, при жизни считавшийся крупнейшим в США, говорил, что невозможно составить себе полное представление об итальянской живописи XV века без такого живописца, как Кривели. Он принадлежит к числу самых гениальных художников всех времен и народов и не надоедает, даже когда великие мастера становятся скучными. Автор множества полиптихов для церкви Марка, в настоящее время большой частью разрозненных и сохранившихся частично. Рисовал фигуры и одежду с невероятной одержимостью, деталями. Персонажи оказываются вдумчивыми, мечтательными или полными печали и беспокойствами. И надо сказать, что художник действительно делал некоторые элементы выпуклыми, вылепляя их из стюка. Это такой материал, который изготавливается из негашенной извести, и покрывая эти выпуклые элементы позолоты. Этот прием был своеобразным способом обмануть зрение смотрящего. Например, художник применил этот прием в триптихе, который хранится в музее Брера в Милане. Дата смерти – сентябрь 1495 год. Ну вот и все, что мне удалось найти по художнику Карла Кривелли из Италии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok